Уважаемый вице-премьер, уважаемый секретарь Компартии Китая, дамы и господа, уважаемые участники и организаторы форума, я искренне рада приветствовать вас сегодня в этом зале и прежде всего я хочу от всей души поздравить хозяев форума, народ Китая, с замечательным юбилеем, предстоящим 70-летием Китайской Народной Республики и пожелать дальнейшего впечатляющего развития, успехов и процветания всему народу Китая. Мы с огромным интересом следим за теми грандиозными переменами, которые происходят в Китайской Народной Республике последние несколько лет. под мудрым руководством товарища Цинь Дянь Диня и Дракомонистической партии Китая. Структурная реформа в сфере предложения, благодаря которой в стране появились тысячи новых предприятий, были созданы миллионы рабочих мест, масштабная модернизация инфраструктуры, производственных отношений, гигантский скачок. В информационное общество превратили Китай в одну из первых экономик мира и крупнейшего экспортера товаров и услуг. Сегодня Китай занимает лидирующие позиции во многих высокотехнологичных областях и играет важную роль в глобальном научно-техническом развитии. Из всемирной фабрики, позволите так сказать, Китай превращается в лабораторию мира. Стремительное развитие технологий, искусственного интеллекта, прорывы корпораций Хауэй и другие достижения являются наглядным пособием для современных развивающихся стран, материалом для исследования экономистами, политологами и специалистами других областей. Мы впечатлены блестящими успехами Китая в борьбе с коррупцией. Потрясающие результаты принес величайший проект современности компании «Небесная сеть», которого с самого начала своего запуска в 2014 году позволило вернуть в страну тысячу миллиардов юаней. Проблема борьбы с коррупцией особенно актуальна сегодня и для нашей страны, для молодого, и нам есть чему поучиться. Всего за несколько лет Китай превратился в лидера фактически всех отраслей экономического и социального развития. И поэтому китайская модель развития привлекает сегодня внимание и интерес всего мира. Огромное значение опыт Китайской Народной Республики имеет также и для нашей страны. Отмечу, что между нашими государствами сложились теплые дружеские отношения, к которым уже более 27 лет. В 2007 году я посетила Китайскую Народную Республику в качестве председателя партии социалистов Республики Молдова. А сегодня же я вместе со своими коллегами представляю здесь парламент Республики Молдова. Сегодня у Республики Молдова после формирования правящей коллекции, в состав которой входят возглавляемые и возглавляемые мною партии социалистов и правые партии, появилась реальная возможность наверстать упущенное по взаимоотношениям с нашими традиционными друзьями и партиями.